Друзья мои, всем привет! Таня прибежала с работы, девочки, сегодня пораньше. И пока ехала, думаю, заскочу-ка я, девчонки, в аптеку. А в чём проблема? Ни с того, ни с сего. Потянула руку. Где-то, наверное, то ли мышцу, то ли Бог его знает. Купила вот такую дешёвенькую мазь, девочки, разогревающую. Дешёвенькая, дешёвенькая. 273 рубля. Господи! Муж меня натер, а спешила, потому что знаю, что пока он на обед приехал, кто меня ещё натерёт? Сама я не смогу натер. Я теперь бодра-весела. Девчонки, всё горит. Спина горит, рука горит, плечо балдеет от согревания. Начинаю готовить кушать. Не то, что кушать совсем нечего. Есть у нас котлеты ещё, но захотели мои мальчики, сидящие на удалёнке. Младшее поколение, скажем прямо, чебуреков. Мама, так как рука болит, не стала возиться с тестом. Девчонки, купила готовый фарш. Потому что свой всё-таки фарш из петушков. Суховатый. Куда ни кинься, всё-таки не то. Купила, девчонки. Сейчас покажу вам фаршик и готовый набор для чебуреков. Это не реклама, девочки. Такой фарш я уже брала хороший. Фарш именно домашний. Он здесь и свинина, и говядинка. Ну, реально кусочки мяса попадаются. Не только там одни жилы. Хороший. И сегодня он по хорошей скидке был. По 139 рублей. Поэтому я взяла, думаю, сделаю всё-таки ребятам своим чебуреки. Пуганула сюда побольше лучка. Лук, девчонки, беру сейчас мелкий, крупный, пока ещё лежит. Но, как говорит моя мама, любимую свою поговорку, как задумает бедный, жениться. И мой ночь, коротко. Так и я, девочки. Тесто для чебуреков была последняя упаковка в нашей пятёрке. Но я уже больше никуда ехать не смогла. Скажу вам по секрету, даже руль поворачивать левой рукой не могу. Правая всё хорошо, а левая вышла из строя. Поэтому я взяла одну упаковку. Здесь, по-моему, 16 или 14 штучек хватит нам. Я уже говорила, хорошее. Это очень тесто. Фирма тестов. Или тесто вбуха узнает. Так что сейчас я своим ребятам сделаю вроде как вкусняшку. В то же время сытно и приятно будет. Пусть полакомится. Кусочничает. Сын кусочничает. Девчонки на удалёнке сидит. Один, правда, рад. Потому что интернет работает хорошо. Я-то на работу ухожу. Я не сижу в интернете. Папа тоже. Поэтому хотя бы связь идёт у него хорошо. Вскрываем, ребята, упаковочку эту. Хорошее тесто. Я всё, девчонки, хочу себя заставить. Выбрать прямо время, день, выходной. Сесть и налепить впрок вареников, картошкой желательно, с лучком жареным. О, милое дело. Пельмешеком налепить, чтобы было что в морозилке. Но для этого, Тане, надо выбрать специальный день, ребята. А этот день пока я выбрать не могу. То одно, то другое. То птица. То капусту срезала. Короче, кручусь, как белка. Начинаю, девчонки, делать. Нравится мне это тесто тем, что очень быстро смачиваю один краешек и вперёд. Я часто делаю такие чебуреки. Если, конечно, у меня останется фарш, а он останется по-любому, я его заморожу и всё-таки сделаю своим ребятам обязательно пельмешки. Хорошо, когда есть запас и большой запас в морозилке. Сами себе, поэты и композиторы, ребята мои, всегда и сварят, и пожарят. Любим мы жареные пельмени. Кто, девчонки, так не делал, попробуйте. Как мини-чебуреки. О, такие получаются. Как мини-чебуреки, только пельмешки жареные. Ну, так получилось, что будет мало. Наверное, всё-таки я буду смазывать по кругу. Не нравится мне, когда один край. Так что, девочки, мальчики, работаем, поэтому надо кушать сытно. Мы на удалёнке. Я вам уже говорила, не очень умное решение, конечно. Конечно, я считаю, малыши учатся, старшие нет. Ну, ничего, втянулись уже. Все приходят, пока без болеющих. Единственное, болеют, конечно, учителя. И очень сильно. Ну, лично в нашем регионе очень много больных учителей. Есть и смертные случаи в самой нашей губернии. Директора школ и учителя. И не обязательно учителя-пенсионеры. Ребята болеют. Молодые. От 30. В общем, наш возраст до 55. Так что, надеемся на Бога, но сами не плашаем. Так что, смешно, не смешно про эти маски. Ну, куда деваться. Как говорится, когда сам уверен, что ты вроде как в маске, может быть, это и убережёт. Хотя, неизвестно. Так что, ребята, вот так делаю. И сейчас сразу буду жарить по 4 штучки. Затягивать нечего, потому что сейчас муж вроде только уехал, девчонки. Глазом не моргнул. Шестой час. Вот он уже на пороге. Вот уже надо кушать. А все хотим кусочничать. Никто не хочет. Ну, как, не то, что не хочет. Ну, не так уж, как раньше в детстве. Супчика похлебал, да и всё. Да, куда там. Надо вкусненького. И мясного вкусненького. И сладенького вкусненького. И фруктиков. И всё плачем. Всё плохо живём. Да нормально мы живём. Главное, чтобы вот не болеть. И работать. И всё будет хорошо, мои хорошие. Девчонки, мальчишки. Легко и просто. О, сочное, хорошее. Молочко добавляла я в фарш. Единственное, конечно, выжаривается. Хотя я щедро в фарш накладывала. Не то, что в покупных магазинах. Что у меня с фаршем, девчонки? Осталось у меня ещё вот так полкило. Я в два пакетика положила. Уберу. Не знаю даже. Ещё вот сомневаюсь. То ли в морозилку, то ли завтра прямо сделать пельмешиков. 16 штук я посчитала. Один дожаривается. Последний. Хорошо. Последний, конечно, видите, немножко уже потемнее. Потому что мука подгорает. Но главное, ребята, очень всё быстро. Легко и просто. Я уже даже посуду помыла. И теперь свободно, как ветер. Так что, кто ещё не пробовал, делайте из полуфабрикатов. Будет хорошо. Я раньше, помню, не удивлялась. У меня тётушка жила в Киеве. И то вечно полуфабрикаты. То пельмени, то вареники. Ну тогда, конечно, на Украине в советское время всё это было вкусное, хорошее. А нам было чудно деревенским. Как это? У нас же всё своё должно быть. Из своего мяса. Своими ручками сделанное. А вот теперь, думаю, молодец, тётушка. Особо не парилась. Было всё вкусно, сытно и полезно. Ну, конечно, не полезно. Это я уже так пошутила. Но быстро. Потому что времени не хватает. 24 часа. Да ещё на кухню уходит. Из этих часов очень много. На этом будем прощаться, ребята. Всем счастливо. Жарьте чебуреки. К нам в гости заходите. Подписывайтесь. Всем очень рады. Канал Мылиства. Всем желаю добра. И главное, девчонки, в данной ситуации здоровья. Здоровья только. Всё остальное купим, слепим. Найдём где-нибудь, займём. Но только, чтобы было здоровье. Пока, мои хорошие. Пока.